МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как получилось, что Греция оказалась всем должна? Страна самых хитрых и опытных дельцов впервые за свою тысячелетнюю историю испытывает такой позор. Народ, создавший европейскую демократию, на всенародном референдуме в июле 2015-го отказался отдавать долги соседям, позабыв о гордости и деловой репутации. А его правительство, будто не заметив мнения граждан, всего через неделю взяло у тех же самых кредиторов еще 7 миллиардов евро. И в обмен на финансовую помощь приняло реформы, подразумевающие жесткую экономию. Аналитики говорят, до дефолта Греции считанные дни. Сами греки спят и видят, как вернуть Драхму и утраченных друзей и бизнес-партнеров. Ничего от этой Европы им не нужно. Неужели это начало краха Евросоюза? Эксперты считают, это уже не первый признак. Они выдвигают гипотезу о том, что очень скоро европейская цивилизация прекратит свое существование. Гособлигации этой страны инвесторы давно не покупают. А госдолг Греции все еще продолжает расти. И по прогнозам аналитиков, в обозримом будущем выплатить его вряд ли удастся. Страна уже провела одну реструктуризацию долгов в 2012 году. Тогда была списана часть задолженности Греции перед частными кредиторами. Это списание составило более 100 миллиардов евро. Но даже после этого списания у Греции осталось очень много долгов. И неизвестно, сможет ли она и дальше продолжать обслуживать свои обязательства. Или ей потребуется новое списание долгов через несколько лет. Кому же в Евросоюзе нужны аутсайдеры? И кто загнал Афины в долговую яму? Считается, что экономику Греции погубили программы социальной помощи, действовавшие в стране. Бюджетных средств требовал и государственный сектор. А правительство Греции было вынуждено брать кредиты. В основном у внешних кредиторов. У банков Франции, Германии и других стран Евросоюза. Пока экономическая ситуация в Европе была хорошей, банки охотно предоставляли кредиты греческому правительству. Однако после того, как разразился мировой финансовый кризис в 2008 году, банки начали задумываться о том, что Греция не сможет вернуть те деньги, которые она получила ранее. Между тем, финансовый кризис только увеличил потребности Греции. В стране росла безработица. Требовалось все больше денег на выплаты социальных пособий. Страна уже не могла занимать деньги у банков Франции и Германии. И ее вынудили обратиться за помощью к Международному валютному фонду и Евросоюзу. И, собственно говоря, вот это финансовое выдаивание ресурсов из стран полупериферии и периферии Евросоюза, это одна из задач, которую, собственно, решает и Еврокомиссия, и Европейский центральный банк, и вот вся эта элита. Неужели Греция попала в ловушку? Есть ли у нее теперь шанс вернуть свою независимость? Основной пакет финансовой помощи Греции от МВФ и Евросоюза был утвержден на внеочередной встрече в Брюсселе 2 мая 2010 года. С того дня, говорят эксперты, Греция находится на финансовой капельнице. Вслед за первыми 110 миллиардами евро последовали и новые кредиты, а также помощь на особых условиях. Многие задумываются о цене, которую приходится платить Греции за то, чтобы пребывать в Евросоюзе и Еврозоне. Многие греки предпочли бы, чтобы эта цена была ниже, и чтобы условия представления финансовой помощи были не такими жесткими, как это предписал МВФ. И вот расплата. Афинам пришлось передать в руки международных гигантов ряд государственных предприятий. Были приватизированы газораспределительные сети, порты, даже некогда государственные средства массовой информации. По условиям соглашения с МВФ Греция должна была избавиться от значительной части государственной собственности. Что это, если не разорение страны? Со вступлением в Евросоюз люди связывали, и политики, кстати говоря, связывали, какое-то автоматическое стихийное решение всех проблем. На самом деле ни одна проблема не решилась, но зато на странах Восточной Европы повесили также проблемы, которые существовали в Западной Европе. Основу экономической интеграции в Европе когда-то заложило Европейское объединение угля и стали. Несколько стран – Франция, Ферге, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург – договорились согласовывать свои действия и создать единый рынок. Прежде всего это касалось каменно-угольной, железорудной и металлургической промышленности – ведущих отраслей того времени. Идею озвучил министр иностранных дел Франции Роберт Шуман в 1950 году. А уже через 15 лет Европейское объединение угля и стали контролировало около 90% выплавки стали и почти 100% добычи угля в Западной Европе. Расчет оправдался. Интеграция позволила достичь небывалого финансового благополучия. Со временем Европейское экономическое сообщество, а потом и Евросоюз расширились. Но с какой целью? Собирались ли богатейшие страны Европы, ядро Евросоюза, делиться прибылью? Или новые земли были лишь способом закрепить свое могущество? Во многом это был уже не экономический, а политический расчет. Ну как было не взять Грецию, которая преодолела период, можно сказать, тоталитарного правления режима так называемых черных полковников. 1973 год. Как было не взять Португалию и Испанию, где ушли в прошлое режимы генералиссимуса Франка и доктора Салазара. Режимы, которые демократическими никто не называл даже в Европе. В европейской семье главные роли давно распределены. Одни стали локомотивом Евросоюза, а другие – младшими братьями, которые всегда нуждаются в поддержке и финансовой помощи. А может это не поддержка, а налаженный механизм подчинения? Ведь большая часть денег от ЕС – это кредиты. И их выдают на особых условиях. Так, заложить приходится чуть ли не душу. Но есть еще масса причин, по которым консервативная Греция, где ради красавиц боги предавали братьев, а люди рушили города и царства, где и сегодня в семье мама решает все, больше не хочет принадлежать Европе. Так какой он настоящий, этот западный мир? И не после недельной туристической поездки, а на самом деле. И почему при внимательной попытке разобраться возникает такое огромное количество вопросов? Почему? Почему там одни именем закона имеют право смертельно оскорблять других, а те другие, наплевав на всякий закон, присваивают себе право их убивать? Почему у родителей по простому доносу там могут отобрать ребенка и отдать в другую семью? Почему там, в церкви, нарушая все законы церкви, мужчину венчают с мужчиной? Так что же правда, а что заблуждение? Вернее, не так. Мы многое знаем о западном мире, его достижении в культуре и истории, а чего мы все-таки не знаем. Вот, например, полюбуйтесь. Если вам кажется это возмутительным и недопустимым, знайте, вы нетолерантный, ограниченный и закомплексованный человек, которому стоит навестить психиатра, потому что это именно то, что вы подумали. Но одновременно это и обычная детская горка. Не верите? Присмотритесь. Вот из этого самого места выезжает пятилетний малыш. Горка эта находится в Норвегии, и поставили ее там в целях воспитания, чтобы дети ничего не стеснялись и могли правильно развиваться. Вас это шокирует? Значит, вы пока недоразвиты и еще не в состоянии оценить плодов передовой европейской цивилизации. Чтобы таких недоразвитых было поменьше, с недавних пор европейцы решили цивилизовывать своих граждан прямо с пеленок. Самым маленьким передовые ценности доходчиво объясняют на примере зверушек. Посмотрите, эта французская книжка называется «У лисенка Жана две мамы». А вот рассказ про малыша пингвиненка под названием «Танго двух пап. А почему бы и нет?» А вот раскраска о любви двух принцесс-лягушек. Детям постарше нетрадиционные ценности объясняют уже не на зверушках и лягушках, а на людях. Вот лишь несколько красноречивых названий. «Мои мамы поженились». Папа носит платье. А эта веселая немецкая книжка рассказывает о мальчике, папа которого развелся с мамой и ушел, не пугайтесь, к другому мужчине. В книжке от имени мальчика доступно объясняется, как хорошо иметь двух пап, как много времени он проводит с ним, ездит на море, ходит на спортивные матчи и в зоопарк. Кстати, воспитатели, которые читают детям подобные книжки, действуют по специальным методикам, которые разрабатывают на уровне министерств. Вот, например, Датское министерство по равноправию напечатало для воспитателей детсадов методичку с интригующим названием «Садики, где есть место Пеппи принцам и пират принцессам». А в Латвии под патронажем Министерства благосостояния недавно вышли книги для мальчиков «День, когда Карлис был Карлиной» и для девочек «День, когда Рута была Рихардом». Эксперты говорят, раз в Европе над секс-просветом трудятся целые министерства, то совсем скоро европейцев мы можем и не узнать. Согласно инструкции Мировой организации здравоохранения и прочих, ЮНИСЕФ, то, что начиная с детского сада социальным работникам, учителям предлагается ознакомливать детей с разными гендерными ролями. А это уже Германия. Взгляните, на один день ученики одной из немецких школ поменялись ролями. В честь Дня гендерного равноправия мальчики оделись в девочек, а девочки в мальчиков. Участвовали все, и учителя, и ученики, потому что, по мнению европейцев, это помогает взаимопониманию. Это очень важно, почувствовать себя на месте друг друга. Если вас шокирует, что трудовик и физкультурник однажды могут прийти в школу в юбке с накрашенными губами и на каблуках, а математичка в мужских брюках и с накладной бородой, это значит, что вы недоразвитый. В этом уверены идеологи новой Европы, которые теперь учат, что человек в раннем детстве – бесполое существо. Поэтому, вне зависимости от того, кем он родился, позже может выбрать, кем он хочет быть в жизни. Дело в том, что гораздо легче управлять людьми, которые не имеют навыков самостоятельного анализа информации, происходящей в мире. Поэтому гораздо легче управлять атомизированными людьми, которые лишены любой коллективной идентичности, будь то национальной, религиозной и даже половой идентичности уже сейчас. Взгляните, вот такие красноречивые коробки продают не в магазинах для взрослых, а раздают в детских садах в швейцарском городе Базове. Пластиковые боксы предназначены для детей от 4 лет. В комплект, помимо странных кукол, входят специальные книжки с картинками и плюшевые игрушки, которые имитируют интимные органы. Но даже не это самое страшное, а то, что сегодня малышей превращают в так называемое «оно». Существо, которое не знает, кем является – мужчиной или женщиной. Взгляните, это Макс. Ему два года. Английские папа и мама наряжают малыша в штанишки, как мальчика, и надевают юбочку, как девочки. И хотя Макс родился нормальным мальчиком, считается, это еще ни о чем не говорит. Пока мальчик сам не определится, кто он такой, родители заставляют его играть и с машинками, и с куклами. Мама красит ему ногти и закалывает девчачьи заколки. А папа показывает, как собираются роботы. По утверждению родителей, они это делают из любви к своему ребенку. Гендерно-нейтральное воспитание дает ребенку свободу выбора между стереотипной одеждой какого-то одного пола. То же самое с игрушками. Он одевается и играет так, как ему нравится. И малыш Макс, из которого растят неведомую зверушку, и его родители, и еще сотни тысяч европейских семей, стали жертвой модной теории гендера. Столь популярная сегодня теория гендера имеет американское происхождение. Согласно ей, человек рождается без пола, одновременно являясь и мужчиной, и женщиной. А пол ребенка зависит не от того, кем он родился, а от того, как его воспитывали. То есть, если воспитывать мальчика как девочку, наряжать в юбку, давать играть в куклы, то из этого ребенка получится она. И наоборот, давай ружье и машинки, заставляй драться, вырастет из девочки мальчик. А уж подправить физическое несоответствие, это дело хирургической техники. Более того, если верить разработчикам теории гендера, то ни мужчин, ни женщин вообще не существует. Есть только насильно распределенные роли. Вот именно это, с точки зрения простого здравого смысла, да и христианства, небезупречная теория, сегодня захватывает старую Европу без единого выстрела. В Германии мы называем этот процесс «балкастен» — конструктор. Когда дети играют с конструктором Лего, они разбирают человечков, сделанных из деталей, а потом собирают их обратно. То же самое происходит и на идеологическом уровне. И это часть такой идеологии, такой игры. Что в этой игре ужасно, так это то, что она воздействует не на взрослых, а на детей. Конструирование таких детей будущего начинается в специальных детсадах. Взгляните, вот одно из таких дошкольных учреждений в Швеции. Детсад Эгалия с 2010 года работает в Стокгольме. С детьми здесь обращаются так, будто у них нет пола. Вместо «хан» или «хон», что в переводе со шведского означает «он» или «она», ребенка называют «хен», то есть «оно». Это бесполое слово педагоги взяли на вооружение у нетрадиционных меньшинств. Видимо, именно поэтому директор детсада Эгалия Лотта Райлин считает эту методику самой демократичной. Менять мальчиков на девочек и девочек на мальчиков это, конечно, не то, что мы собираемся делать. Но мы хотели бы дать каждому одинаковые права, одинаковые возможности, одинаковую ответственность. И это вопрос демократии. Вот как выглядит эта демократия на практике. Малыши играют в бесполых кукол и читают книжки, например, о мальчике, который любил розовое платье в горошек. Мальчики наравне с девочками обязаны играть на кукольной кухне, а девочки строить города из конструкторов лего. Проблема заключается в том, что программа гендерного равенства крайне разрушительна. Она вводит детей в заблуждение. Дети перестают понимать, какая у них социальная роль. Конечно, программа имеет и долгосрочный эффект. Я говорю о демографии. Если людей смущает их собственная личность, им будет гораздо сложнее найти партнеров и установить с ними устойчивые отношения, потому что сложно строить отношения с человеком, который завтра может стать старым мужчиной или транссексуалом. Многие производители уже уловили дух времени. Например, шведские заводы детских игрушек даже наладили выпуск специальных товаров. Взгляните, на упаковке мальчик с куклой, а девочка с игрушечным автоматом. А это уже Франция. Посмотрите, в один из детсадов пришли чиновники из Минобразования. Им показали открытый урок, где воспитатели помогают детям побороть стереотипы. На доске клеят фигурки девочек и мальчиков. Задача школьников нарядить фигурки так, чтобы те не напоминали ни мужской, ни женский пол. Но и это еще не все, потому что вы не знаете всех модных веяний. Оказывается, борьба с гендерными стереотипами в Европе, особенно в последние годы, идет по всем фронтам. Например, в одной рекламе или компьютерной игре не рекомендуется изображать женщину у плиты, а мужчину на футболе с кружкой пива. Это считается некорректным. Почему не наоборот? Почему не женщина на футболе? В Европе по этому поводу даже появился новый анекдот. В роддоме на вопрос родителей, кто родился, мальчик или девочка, врачи отвечают, это не ваша проблема. И действительно, в Европе в недалеком будущем эта проблема может стать проблемой, которую будет решать только государство. Например, сегодня в Европе не хватает мальчиков. Почему бы ситуацию не подправить в интересах повышения рождаемости? Ведь уже сегодня делать из девочек мальчиков, как бы это сказать помягче, очень модно. Судите сами. Трудно поверить, но европейские малыши стали жертвами доктрины, принятой еще в 1995 году. Именно тогда началось превращение человека в загадочное оно. В Пекине на всемирной конференции ООН, посвященной положению женщин, стараниями представителей феминистских и нетрадиционных организаций понятие полчеловека было заменено на гендер. Казалось бы, ничего особенного, но уже в 1997 понятие гендер перекочевало в Евросоюз. Европейские чиновники подписали специальный Амстердамский договор, где закрепили идеологию гендера как официальную стратегию ЕС. К тому же ее поддержала ООН. Несмотря на протесты многих психологов и социологов, которых тут же прозвали несовременными. Эта программа противоречит законам природы. Концепция комплексного гендерного подхода является идеологической, не научной. Хотя вы можете изучать так называемую гендерологию в европейских университетах, это не наука, это идеология. И эта идеология говорит о том, что социальный пол определяется путем получения образования и кроме роли мужчины и женщины в мире существует еще множество других социальных ролей. Каждый такую роль выбирает для себя сам, и выбор такой роли во многом способствует обогащению жизни человека. Мысли о том, что, например, гомосексуальные отношения являются такими же нормальными, как и гетеросексуальные отношения. Такая идеология также говорит о том, что гетеросексуальное поведение приобретается с возрастом, а не является в рожденном, и что у детей должна быть возможность выбора своей сексуальной принадлежности. Здравомыслящее европейское общество пока еще есть, но уже проигрывает. Мало того, оказалось, что в Европе, которая так кичилась своей демократией, интересы большинства вообще не учитывали. Взгляните, два года назад в разных городах Франции происходили настоящие погромы. Французы требовали не принимать закон о легализации нетрадиционных союзов и усыновления однополыми парами детей. Граждане выходили на марши неповиновений. Вот такие столкновения с полицией были зафиксированы в большинстве крупных городов страны. Никакие протесты не помогли. 20 мая 2013 года уверяют, подобные шествия необходимы для распространения толерантности в обществе. Система работает таким образом, что против однополых браков практически невозможно выступать, иначе вы будете заклеймены позором. Теперь выступать против однополых браков стало неприемлемо. Это интересно, потому что если бы вы выступали с пропагандой однополых браков в 1960-х годах, вы были бы восприняты как сумасшедшие, даже гомосексуалистами. У них были свои интересы, и брак в них тогда не входил, но сегодня все изменилось. Как же так случилось, что консервативная Европа, веками чтившая семейные традиции и традиционные ценности, вдруг докатилась не просто до свободы меньшинств, но фактически узаконила растление малышей в школах и детских садах. Все дело в том, говорят аналитики, что сегодня многие приверженцы нетрадиционных евроценностей находятся во власти. Это Аудун Лизбакен, норвежский политик и миллионер, который не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Это фантастика. Эта телепередача записана в 80-е годы. Тогда никто и представить не мог, что спустя 30 лет такие, как Конбиньдин, не только окажутся в Европарламенте, но и будут продвигать программы детского воспитания. Как вы думаете, называется Министерство по делам детей в Норвегии? Министерство по делам детей и сексуальному многообразию. Такие вот европейские министерства с нетрадиционным уклоном сегодня штампуют для школ и детсадов образовательные программы по сексуальному прозвещению. Ряд институтов Европы разработал специальную программу, которая действует в ЕС уже с 2010 года. Посмотрите на эти кадры. Январь 2014 года. Франция. Акция, которая проводится под девизом «День отказа от школы». Родители 50 тысяч детей из 100 школ по всей Франции призывают и остальных родителей не пускать своих детей на уроки. Как бы это помягче сказать самоудовлетворение. Люди вышли на улицы в знак протеста против принудительного сексуального просвещения своих детей. Получается, что в Европе нормальных, то есть традиционно мыслящих людей большинство, и они хотят вернуть себе законное право воспитывать детей так, как это было на протяжении истории всей человеческой цивилизации. Чтобы незнакомые дяди из комитета по гендерному самоопределению не спрашивали вашего ребенка, кем он хочет быть, мальчиком или девочек. Чтобы на уроках не было этих игрушек, за которые еще не так давно и взрослый мог получить срок, чтобы девочкам бантики, а мальчикам брючки. Чтобы в семье были и папа, и мама. То есть все, как в старом фильме. Все то же самое, но без фантазии. Увы, государства, для которых всеобщая толерантность стала фетишем, своих граждан сегодня не слышат. Более того, в свободной Франции в ответ на эти демонстрации министр образования предупредил о том, что к несогласным будут применять штрафные санкции, а традиционные семьи, которые не желают мириться с вмешательством государства в личную жизнь, будут большие неприятности. Это, знаете ли, уже не шутки. Например, в Германии родителям, чьи дети не посещают уроки сексуального просвещения, грозит вполне реальный тюремный срок. Прошлым летом в немецком городе Хам случился настоящий скандал. Одна из учениц местной школы, десятилетняя Мелита, пропустила целых два урока секс-просвещения. Девочка просто не смогла выдержать всего того, что показывают и рассказывают на занятиях. После чего отец запретил девочке посещать занятия. За это мужчину арестовали и посадили в тюрьму. В ответ родители и школьники вышли на митинг. После массовых протестов отца-школьница, которая отказалась от уроков секс-просвета, отпустили. Вот что он сказал выйдя из тюрьмы. В системе школьного образования продвигаются принципы раннего сексуального воспитания, что для наших детей предполагает огромную опасность. 18 января 2014 года на улицы Кёльна вышли около двух тысяч родителей с детьми, чтобы остановить череду тюремных наказаний, которые власти выписывают родителям, чьи дети отказываются посещать уроки растления в детсадах и школах Германии. А это идут по улицам жителей Штутгарта. 2000 человек в марте 2014-го. Они протестуют. Именно поэтому многие эксперты убеждены, что Европа часто ошибалась в выборе пути и повторять вслед за ней все ее модные веяния и нововведения не стоит. Ведь в Европе сегодня кризис идей. Прогнозы аналитиков неутешительны. К концу 21-го века европейская цивилизация в том виде, в каком она существовала тысячи лет, может исчезнуть с лица земли. И тогда нашими соседями станут уже совершенно другие нации и культуры. Европа сама себя пожирает. Мы видим уже на самом деле предпоследнюю стадию этого пожирания. Я серьезно говорю, что в течение пары поколений нынешнее западноевропейское общество прекратит существовать. Но здесь есть два резона, почему так происходит. Первое, действительно, есть некая цепная реакция. Вроде бы приняли какой-то небольшой блок законов действительно полезных и нужных по защите прав меньшинств, а затем пошло-поехало. Но это одна логика и и она есть, но есть и другая логика. Это логика сознательного оболванивания общества. Это логика сознательного вымывания всех ценностных установок у человека и превращения его в абсолютно послушного, манипулируемого, зомбируемого существа. Это видео снято в январе 2014 года в финском городке Аулу. Полицейские ворвались в дом к местному правозащитнику Яну Эрику Курхела и силой увезли двух его малолетних сыновей. Работников правоохранительных органов не остановили ни мольбы матери, ни душераздирающие крики мальчиков. Изъять детей из семьи решили социальные службы страны. По их данным с детьми здесь плохо обращались и их лучше поместить в приют. Пусть я не заставить! Пусть я не заставить! Пусть я не заставить! Верь! Верь! А это уже Норвегия. Весна 2014 года. Сотрудники местной детской полиции точь-в-точь повторяют действия своих финских коллег. В дом молодой матери Ребекки пришли социальные службы и забрали годовалого малыша. Причина выяснилась через несколько недель. Дело в том, что женщину заподозрили в употреблении наркотиков. Не было никакой проверки, никаких анализов на содержание в крови запрещенных веществ. Чтобы махина скандинавской системы защиты детей обрушилась на вас и вашего ребенка всей своей мощью, многого не надо. Достаточно простого подозрения. Например, служащему показалось, что у вас что-то не так в семье, на работе или в личной жизни. все, это уже повод. Причем эти, с позволения сказать социальные работники, государством наделены колоссальной и необъяснимой властью. Отобрать вашего малыша они могут без суда и следствия. Только за последние несколько лет, например, органы опеки Норвегии отобрали у своих законных родителей около 10 тысяч детишек. Причем алкоголиков, наркоманов и прочих неблагополучных родителей в этом печальном списке немного. Большинство с точки зрения нашего здравого смысла нормальные семьи. Удивительно, но в странах, где личная свобода граждан возвезена в самый настоящий культ, где что хочешь кури, где хочешь ходи голиком, хочешь даже можешь жениться на собственной маме, а в таком простом и, казалось бы, элементарном вопросе, как право жить с собственным ребенком вместе, граждане оказываются абсолютно бесправны. Я вам скажу, такого не было даже в Древнем Риме. В Норвегии несколько лет назад была создана специальная организация по отъему детей. Она называется Барневарн. Эта структура не подчиняется никакой другой инстанции. Ее работа засекречена, а все данные о перемещении отнятых детей тщательно скрывают. Двери этой организации часто закрыты даже для норвежских СМИ. Когда ребенка забирают у родителей и помещают в какую-то структуру фашистствующего типа, где не секрет детей накачивают транквилизаторами и превращают их абсолютно в социально апатичных существ, то здесь уже о социальной роли личности, об индивидуальном мировоззрении конкретного ребенка говорить не приходится, и он становится лишь винтиком потребителем, которому нужны только Макдональдс и телевизор. Вот это будущее Европы, которому они абсолютно сознательно, повторю, абсолютно сознательно стратегически перестраивают свое общество. Концепция деятельности Барни Варна на первый взгляд кажется стандартной для подобных организаций. Ее специалисты должны помогать беспризорникам, жертвам насилия, убирать детей с улиц. Соцработники имеют право вмешиваться в семьи, где родители пьют, употребляют наркотики или нет подходящих условий для воспитания малышей. Но полномочия органов опеки в Норвегии выходят за все мыслимые пределы цивилизованного общества. Так сотрудники Барни Варна имеют полномочия наблюдать за семьей круглые сутки. В любое время дня они могут прийти домой и потребовать, чтобы их впустили. Если в квартире кто-то есть, а им кажется, что не открывают слишком долго, этот факт обязательно будет внесен в протокол. И может оказаться, что это будет воспринято как желание родителей что-то скрыть. Слово экспертов Барни Варна, даже не подкрепленное фактами, закон для норвежской полиции. Она обязана оказать содействие, если мамы и папы не согласны беспрекословно отдать малыша. Но полиция это силовой инструмент, всегда силовой инструмент поддержки государственной политики, правовой политики. Полиция действует в рамках тех установок, которые обозначены, тем более, что Министерство внутренних дел это всегда элемент правительства. И в этом смысле, раз полиция там и раз она действует таким образом, это показывает, что существует политическая установка и вот эти органы опеки действуют не потому, что им так захотелось, а действуют в рамках политики государства. Все больше наших соотечественников сталкивается с особыми правилами местных органов опеки. Часто русские родители определяются как политическая угроза для системы, поскольку они отрицательно относятся к феминизму и гомосексуализму, хотят сами воспитывать своих детей. Это Татьяна Биткина. Ее история мало чем отличается от сотен подобных. Она вышла замуж за иностранца и уехала на родину мужа. В Норвегии у них родился ребенок. Мальчика назвали Иван. Брак не задался и через какое-то время принято давать детям конфеты только в выходные дни. Например, кариес у вашего сына или дочери может стать причиной, чтобы на вашу семью обратили внимание органы опеки. Использование детского труда здесь также может быть расценено как нарушение прав ребенка. То есть элементарно попросить подростков убраться в классе после уроков или помочь по дому уже будет нарушением. Эксперты в один голос утверждают, что специалисты ювенальной юстиции сошли с ума и отбирают детей по любому поводу, причем младенца могут забрать даже с родильного стола. Так было с 18-летней девушкой, у которой отобрали новорожденного только потому, что соцработник решил, что она еще слишком молода, чтобы воспитывать дочь. Все чаще правозащитники утверждают, что подобные действия делаются специально. В европейском обществе планомерно пытаются избавиться от такого понятия, как семья, любовь, родственные отношения. У людей не должно быть корней, они должны расти в чужих семьях одиночками, которыми легче управлять. Ювенальная юстиция – это война уничтожения против детей и семей. Цель этой войны – это атомизация общества. То есть общество стало фактически бессемейным обществом. То есть традиционные семьи не существовали в этом обществе. То есть это главная цель ювенальной юстиции. и в этой совокупности есть разные виды технологий, которые используют для того, чтобы уничтожить семью, как институт общества. То есть это естественно пропаганда гомосексуализма, это однополные браки, легализация однополных браков, и это изъятие детей. В скандинавских странах ювенальная юстиция превратилась в индустрию, которая приносит неплохую прибыль. Дело в том, что отобранные у родителей дети обычно помещаются в приемные семьи. А чтобы у новых опекунов были все возможности для содержания малышей, государство ежегодно выплачивает им пособия. В 2011 году в пересчете на рубли люди, которые захотели сотрудничать с органами опеки, могли рассчитывать на субсидии по миллиону рублей в месяц. Сегодня эти цифры, конечно же, больше. Причем, если бы взяли ребенка мигранта, то выплаты будут еще увесистее. В такой ситуации норвежское правительство будет уверено, что дети будут расти вне своей исконной культуры, забудут родной язык, традиции, и их легче будет интегрировать в современное европейское общество. А для норвежских, шведских, финских домохозяйств приемные дети становятся дополнительным заработком. По данным экспертов, комитет по петициям Европарламента забит жалобами на ювенальную юстицию, причем от европейцев. Но об этом не принято говорить. Как не принято показывать по новостям и родительские пикеты против незаконного отбирания малышей. Это жительница Германии Виола Фехнер. У нее отобрали 14-летнюю дочь из-за семейной ссоры. Мать отругала девочку, та рассказала об этом соседке. Бдительная женщина сообщила в соцслужбе о нарушении прав ребенка. Подростка тут же забрали. Вот уже два года девочка воспитывается не с двумя родными братьями и мамой, а в интернате. Семья уже отчаялась вернуть ребенка в семью и пытается хотя бы добиться свиданий. Правда, пока безуспешна. А это история еще одной немки по имени Жанин. У женщины отобрали двоих детей и поместили в приют. Причиной послужило обращение соседа, который якобы слышал, что с детьми плохо обращаются. В итоге, после многомесячного разбирательства, дочку вернули матери, но младшего сына оставили на попечении соцслужбы. И таких примеров сегодня сотни. К чему это все приведет? Эксперты считают, что скоро население благополучной Европы начнет стримить. В магазинах, но если что, звоните, пишите, мы что-нибудь придумаем. Поехали. Академия к